Это очень серьезный знак, очень серьезный сигнал в отношении кадровой политики, потому что фактически задается новый стандарт. Причем, с одной стороны, он действительно новый, никогда раньше подобного рода тема не поднималась. То есть мы были свидетелями и являемся свидетелями борьбы с коррупцией, с одной стороны, как направление кадровой политики, борьбы против зависимости от зарубежной собственности и в целом тех или иных иностранных активов. Но не было до этого вопросов, связанных с научной деятельностью. В то же самое время, то есть это новое направление и оно сейчас совершенно очевидно не случайно возникло, а является такой, видимо, достаточно стабильной темой, которая теперь будет постоянно упоминаться. В то же самое время хочу подчеркнуть, что вот эта новизна является относительной. По сути, если мы проанализируем кадровую политику, те тенденции, которые происходят в кадровой политике, то мы увидим, что вот это требование развести научную деятельность и государственную службу является вполне логичным и вытекает из тех направлений, которые уже были. Ну, например, у нас не приветствуется защита научных диссертаций государственными служащими. Не то, что она совершенно запрещена. Нет, конечно, таких норм нет. Но в последние несколько лет достаточно активно в информационном пространстве и очевидно с поощрения в том числе президента и его окружения обсуждается идея относительно того, что человек, который является государственным служащим, особенно высокопоставленным государственным служащим, очевидно, не может полноценно заниматься наукой, потому что у него просто на это не будет времени. Вот в этом смысле я думаю, что это вполне логичное продолжение данного процесса, так же, как является вполне логичным продолжением разведения бизнеса и государственной службы по разным частям. Ведь, согласитесь, разница здесь не очень существенна. Если человек является государственным служащим, тем более занимает руководящую должность в системе государственной службы, то совершенно непонятно, каким образом он может одновременно систематически заниматься научной деятельностью на высоком уровне, на высочайшем уровне. А ведь именно об этом свидетельствует звание академика или член-кора Академии наук. И вполне резонным является вопрос о том, что что-то должно пострадать. Либо человек профанирует своей научной деятельностью и на самом деле не является никаким ученым, а просто-напросто, пользуясь своим служебным положением, добавляет к своим званиям и статусам какой-то дополнительный орден. Либо это человек, который занимается наукой во вред своим основным обязанностям, то есть обязанностям, связанным с государственной службой. Я считаю, что это вполне оправданная политика и то, что сейчас возникла эта тема, свидетельствует о том, что отношение к кадровой политике со стороны президента и его команды постепенно эволюционирует, меняется и меняется в сторону более профессиональной и более сориентированной на конкретный результат деятельности представителей государственной власти. И, конечно, вот с моей точки зрения, абсолютно неподобающим является совмещение государственной службы и науки. В том смысле, что человек может в качестве хобби иметь ту или иную деятельность, писать стихи, писать научные трактаты. Но, извините, это не может быть оплачиваемой деятельностью, а академик и член Кор Академии Наук – это все-таки люди, которые получают деньги за свой статус. И, к тому же, это достаточно высокий научный статус. Человек должен все-таки выбирать, и он либо должен заниматься научной деятельностью, и это приветствуемое, поощряемое в обществе стезя, либо он является государственным служащим, что не менее статусно в обществе, но все-таки не два в одном.